Всем привет, друзья! Вы на канале Мир Мира, и сегодня я продолжаю нашу летсплей по серверу TechnoMagic RPG на Victory Craft. Переходите по ссылкам в описании, если хотите поиграть со мной, скачьте лаунчер, ну все дела вы сами поняли. Короче говоря, что мы будем делать сегодня? Мне кажется, я немножко забежал вперед и сделал себе фулл сет пробужденной и хоровой брони. Просто я немного за кадром вас все записал, потому что не мог записывать голос, но в общем, да, я очень долго старался и ее делал. А еще на сервере есть такая лазейка, что можно с помощью крафта всех пробужденных и хоровых инструментов получить аж две сингулярных жемчужины. И то есть сейчас мы будем делать что-нибудь из этих вещей. Сперва я решил сделать улучшенную алхимическую печку, запитать ее с помощью нашего пробужденного узла ауры и вот такого вот вис канала. И сюда я просто ложу вещи, они сюда перекидываются с помощью этого люка. Ну и после я пробовал вот эту вот штучку из мода Victory Mechanics, которую как раз таки добавляют админы самого мода. И это просто божественная вещь, потому что сейчас я давайте вам покажу, как она работает. Ну, к примеру, на примере... Так, видимо, сейчас сервер перезагружаться будет, надеюсь, я успею. Кидаем сюда кирпичи и все, она просто без топлива, их перерабатывается просто с бешеной скоростью на аспекты, раскидывает. И эти аспекты просто, ну, за мгновение засасываются с помощью шины импорт-эссенции. И таким образом эта печка просто облегчила мне жизнь в 100 раз. Как вы можете заметить, у меня тут уже, ну, например, 100 тысяч терры, просто наизичие. Это побочный продукт, я даже не знаю, куда ее девать. Ну и благодаря вот этой вот печке я просто наизи автоматизировал свой процесс переработки кристаллов в смешанные кристаллы. Он теперь просто, ну, максимально быстрый и вообще все по кайфу, чисто живу как богач, ни в чем себе не отказываю. Ну и да, вы заметили, заспойлерили то, что я немножечко, ну, совсем слегка развил ботанию. Я тут поставил вот такую вот, скрафтил мано-сборщик из мода Виктор Механикс, который просто облегчает жизнь всем игрокам на сервере, я считаю. И сделал себе тут немножко террастали, базовые террастальные инструменты и пилон Гай, который мы сегодня попробуем уничтожить. И да, у нас это получится, потому что я также сделал себе вот такой вот тесак на 56 уронов, всего лишь. Ну ладно, пока что буду пользоваться именно им. Если что, это рофл, это реально мощное оружие для своей цены, по сути, я за нее не так уж и много отдал, но просто посмотрите на это, это идеально. Для ботании также поставил сюда сборщик аптекарских рецептов, высекатели аптекарских рецептов и еще куда-то там поставил себе вот эти вот штучки, в которых будут как раз-таки наши рецепты и создаваться. И поэтому, таким образом, я автоматизировал процесс создания этих голубеньких цветочков. Они мне нужны в качестве основного сырья для того, чтобы производить ману, а из нее уже террасталь, которая нам сейчас очень нужна. Я планирую также сделать ферму гурморилисов, но для этого мне нужно будет строить ферму йогуртов, потом еще либо ферму курей, горов, а это все очень-очень нудно. И поэтому пока что мне намного проще именно высаживать вот такие вот голубенькие цветочки. Здесь у меня есть платформа, на которой я удобряю землю с помощью интересного топлива, точнее удобрения из ботании, и там вырастают круче цветы, которые я собираю и уже перерабатываю в лепестки с помощью своей МЕ-системы. Все классно. Что ж, этот маяк, конечно, красиво стоит, но мне кажется, его пора сносить. Ну и также, как вы можете наблюдать, я разместил тут несколько рыболовных машин, которые добывают мне во ФК рыбу. И, как вы видите, тут очень много полезного лута, много из них я просто переплавляю в аспекты, которые мне нужны для производства различных вещей в Тигеле, различных вещей на Матрице, и как бы аспекты лично никогда не бывают. Что ж, я установил этот маяк в новом месте, и, пожалуй, возьму здесь восстановление в качестве дополнительного эффекта. И теперь я смогу с Гайей драться просто, ну, наизче, потому что у меня будет и регенерация, и сопротивление к урону. Ну, просто представьте, насколько это имбовое комбо. Что же, вроде бы, все, что нужно, я приготовил. Тыкаем по маяку, но ему все равно это не нравится. Странно. Что ж, походу, для того, чтобы призвать Гайю, мне нужно будет кинуть вот этот вот джезл вот в этот портал. А для этого мне нужно немного маны сюда долить. Что ж, ладно, Гайя у нас откладывается на потом. Пока что я вам покажу, что я сделал в плане энергостроения, электричества. Как вы можете заметить, это все углеволоконные роторы, потому что мне лень делать реакторы. В принципе, реактор, возможно, стоил бы того, но учитывая то, что здесь, в принципе, вот этот вот укрепленный сжатый иридиевый ротор вывозит аж 300 ю в тик. Но это мало, потому что любой из этих самых реакторов мог бы вынести и побольше. Так что, я думаю, надо его создание. Возможно, это все-таки будет очень того стоить, и нужно будет попробовать. Дело в том, что варпы на этом сервере почему-то не работают, и нормально варпы я просто не могу найти. А ириди мне нужен, но он производится с очень маленькой скоростью, и это бесит. Ну, а пока мне было нечем заняться, я занимался квестами из Таумкрафта. И, как вы видите, осталось у нас всего лишь 4 квеста, и я полностью его открою. То есть, пройду. Но для этого мне нужен квантовый шлем. Для этого две пластиночки иридиевые, которые у нас как раз-таки нету, потому что дефицит. И вот этот вот, я не знаю, как оно делается. Вроде нужно будет потом посмотреть в Тауманомиконе. В общем, это пока не важно. Я пока что не буду заниматься тем, что требует ириди, потому что его у меня вообще нету. Что ж, ладно, так и быть. Потрачу этот один квантовый шлем и эту одну квантовую электроплиту, для того, чтобы сделать себе квантовые очки откровения. Я не знаю, какая там награда, я даже это не ради награды делаю, если честно, просто ради перфекционизма, чтобы красиво выглядело. Ну, 10 смешанных кластеров, если честно, это фигня. Мне просто интересно, если я закончу все квесты, мне будет какая-то награда дополнительная, или что-нибудь новое может откроется, ну мало ли. А еще, потому что мне скучно, и нужно сократать время перед тем, как наполниться мой бассейн мана, и я смогу нормально закинуть книжечку в портал. Что ж, надеюсь, сейчас у нас все получится, да? Да, все, отлично, Гайя начинает появляться, и я, получается, не способен больше к полету, обидненько. Что ж, я ем, пожалуй, тогда в таком случае яблочко, мне кажется, я его вообще на яйзь должен разнести, потому что, ну, посмотрите, у меня фулл сет Ихора, вот этот вот меч. Так, мне это реально интересно, будет мне хоть немного урона проносить, потому что, к тому же, у меня еще есть от маяка сопротивление к урону и регенерации, да. Мне Гайя просто вообще нифига не сносит, у меня Ихор просто весь физурон поглощает. И таким образом я ее просто разношу на Изича. Кстати, я вот не знаю, Гайя это девочка или парень? Вот пишите в комментариях, как вы думаете, какое ваше предположение? Потому что на английском это звучит как Гала, как будто это какая-то Галина. Ну и вот, на этом все. Как-то слишком просто, если честно. Я думаю, нужно еще одну Галу завалить. А еще приятный сюрприз, что она дропает обычные черепа. А их можно превратить в черепа визерскелетов, а те уже, в свою очередь, использовать в качестве призыва визера. Точнее, для его призыва, потому что звезды из Незера мне очень сейчас нужны. Ну а вот и готовы мои абсолютно бесполезные квантовые очки откровения. Эх, надеюсь, кому-нибудь удастся эту фигню продать, потому что у меня есть пробужденный и хоровый капюшон, и он выполняет задачу за эти очки намного лучше. Погнали призывать куда более сильного Гаю. Ну да, этот Гайя уже намного посильнее. Он снес мне уже аж два сердечка. Блин, ребят, умираю. Ну и вот, остается один удар, и куда более могущественный и сильный Гайя тоже побежден. Как же это смешно на самом деле. И на самом деле, с него лут такой неплохой прям выпал. Я уж кайфую, отлично. А еще, в качестве приятного подарка, Гайя дропает семя разрастания, благодаря которому я могу сделать свои фермы куда более эффективными. Это просто очень классно. Ну и вот, спустя какое-то время, я сделал наконец-то себе драконевый бассейн маны. Он вмещает в себе, если не ошибаюсь, ну короче, очень много дофига маны. И вот такой вот распространитель маны дракона, который тоже очень быстро ее распространяет. И здесь у меня варится тиросталь, отлично, пойду еще одну Гайю завалю. Блин, ну потому что в ихоровой броне, еще вот с этим вот кольцом озера, рунным поясом, который дает защиту, огромную защиту, и еще вот этим вот мечом на 60 урона, это просто одно удовольствие. Я ощущаю, что как будто, не знаю, в креатив-моде. А этот страшный Гайя мне просто ничего сделать не может. Это какой-то реальный кринж. Мне кажется, его надо было на этой сборке взять немножечко посильнее. Ну, совсем чуть-чуть, чтобы хоть интересная битва была, и мне хоть немного приходилось кушать свои алмазные яблоки. А то пока что я прям ощущений сложности битвы не испытываю вообще. Ну вот, вы просто посмотрите, я с ним дерусь спокойно. У меня ни одного сердечка снести не может. Это реально кринж. Ну, а еще приятное дополнение, это то, что мобы, которых призывает Гайя, дропают, ну или это хранитель Гайи, а сама Гайя не знаю где. Они дропают черепа, и эти черепа как раз таки можно превращать в черепа визерскелетов и активных использовать. А мне как раз таки они нужны для звезд. Так как мне нужен будет бесконечный верстак для одной своей интересной цели, потом расскажу какой. И поэтому мне нужно копить как можно больше этих Незерзвезд. Ну и как вы можете заметить, я здесь уже начал прохождение по моду Дивайн РПГ, я хочу его полностью закончить. Потому что, как вы можете заметить, ботанию я почти полностью изучил. Ну, тут остаются вот эти мелкие квесты с цветочками, с рунами, я это на и сделаю. Ну и там броню скрафтите, стеростали из вот этих вот фигней фей. Ну и как вы можете заметить, первое, что я закончил, это Таункрафт. Все, он полностью, цепочка квеста закончена. И теперь я уже не знаю, к чему дальше приступить. Возможно, стоит ботанию до конца закрыть, а потом уже к каким-нибудь индустриальным модам. И прикол в том, что я до сих пор не начал изучать Блад Мэджик. Не знаю, нужен мне он или нет, но для общего развития, как бы, можно и поизучать. Что ж, ну а я думаю, мы вернемся к моду Дивайн РПГ. Прямо сейчас. Дело в том, что добыл 8 вот таких вот кристаллов, для того, чтобы отправиться в следующее измерение. И мне нужно будет сюда вставить репликатор. Что ж, вот и следующее измерение. Благодаря их уровой броне я могу летать. Огромное им за это спасибо. И, короче говоря, здесь мне нужно будет накопать определенные руды, для того, чтобы пройтись дальше. Для попадания в следующее измерение мне нужно будет сделать эльфорий. Как бы странно это ни звучало, из-за дополнения Батания плюс-плюс. И поэтому я просто жду. Мне интересно, почему квесты заканчиваются на Гае. Потому что тут можно было добавить кучу других слитков, куда более интересных. Которые крафтятся, ну, например, этот слиток Мауфтрия. Как бы странно это ни звучало. И он крафтится из таких вот, ну, огромного количества различных фигней. И, в принципе, это нужно только для тех, кто собирается развивать аваритию или другие подобные моды. Ну, или делать какие-нибудь административные солнечные панели, которые выделяют до миллиарда ЮФТ. Но это уже слишком, я не знаю, это кринж какой-то. Потому что единственное, что можно делать с помощью таких панелей, это контролировать и управлять всей экономикой сервера. Но прикол в том, что намного проще поставить парочку ультрамариновых роторов, и там будет, ну, достаточное количество энергии для того, чтобы существовать. А зачем все эти солнечные панели, я сам не понимаю. Ну, и вот наше последнее измерение, которое нам нужно будет тщательно изучить. На наличие кучи интересной руды, которая мне нужна для прохода в следующее измерение. Ну, и вот, сделав себе тессеракт, я делаю еще и вот такую вот кровать, на которой нужно поспать. Ну, и вот, я поспал на кровать, у меня пару раз вылетело из игры. Я наконец-то вошел в это измерение снов, судя по всему. Ну, и здесь какая-то, какие-то новые блоки, которые можно, кстати, использовать для строительства. Это прям очень классно, если они еще освещают. Да, это идеально, просто, просто идеально. Я сейчас побегу по этому миру, посмотрю, что тут интересного, и, возможно, потом вернусь и буду заниматься чем-то новым. Ну, и вот, похоже, я нашел комнату с боссом, королева пчел. Да, это она, она спалит каких-то гуманоидов, но, в принципе, мне кажется, если что-то с ней... Я с ней довольно легко справлюсь, хоть она нифига не делает, а вот да, немного пролагала. Я думаю, это самое время сесть яблоко и просто забыть о том, что у меня вообще есть возможность, как умирать в режиме выживания. Что ж, я установил тут парочку мирных столов для того, чтобы добыть себе вот таких вот сверкающих жемчужин, и выполнить, наконец-то, мой последний квест по моду Divine RPG. Ну, и напоследок я решил сделать один челлендж из Divine RPG, то есть я должен уничтожить босса, которого призываю с помощью адского огня. Нет, давайте я лучше на варп тэпнусь, чтобы быстрее это все было. Че? Че? Всего тысячу... Не, я разочарован, он какой-то... он какой-то лошок. Не, ну серьезно, он, конечно, пробивает мне немного брони, но все же уничтожить его слишком легко, да и дизайн какой-то у него странный, вообще непонятный босс. И мне кажется, да, его просто сейчас во ФРК уничтожат благодаря своей хоровой броне. И я, ребят, понял, что с него падает аж шесть камней синего огня, а мне они как раз таки сейчас нужны. Так, все, я переставляю свои мирные столы, чтобы они добывали этот самый фиолетовое пламя для этого босса. Ну и получается последний квест из всего этого мода, это сделать вот такое вот оружие из четырех грозных огней. То есть мне нужно этого босса еще два раза убить, ну нафиг. Это мы сделаем уже как-нибудь попозже. Ну а на этом наша серия подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Если не так, то обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях свои предложения по поводу того, что я еще могу здесь сделать, какой-то эксперимент можно провести. Ну а на этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok